всем привет на моих двух квадратных метрах опять бурное цветение может потому что места мало и все тут так вот сконцентрировано но картинка яркая интересная сегодня воскресенье мы встречались последний раз две недели назад и теперь наконец-то мне кажется у меня есть чем вас удивить и вот я не знаю начинать сразу вот с вал или все-таки начнем потихоньку потому что два ну скажем даже три новых цветения и от них просто замирает дух но наверное начнем по порядку кто у нас цветет в этом уголку как всегда как сильная она цветет более двух месяцев поэтому будет радовать нас еще долго зацвел вот такой вот замечательный бульбофилум еще один цветонос идет очень красивый бульбофилум моя каменная роза бабочка собирается продлевать вот цветонос есть всегда нравилось в теплице а вот кому не нравилось это моей стрекозе вот и не нравится но мне пришлось ее вынести потому что цветонос просто уперся в стекло не знаю как мы переживем надеюсь переживем этот месяц или полтора в теплице обещает похолодание а наверху вон какие замечательные 4 бутончика у дурига на тоже предыдущий рост он почему-то не зацвел хотя цвел перед этим два раза без проблем и сейчас сразу четыре бутона если мы посмотрим к тарелочке то медиакалк оружие отцвел вы представляете я переживала как у меня здесь адаптируется так сложно и он даже еще выпустил мне цветок хотя основной мой пенек цветущий не цветет порпакс вполне вон видите корешки пошли уже по горшочку хорошо себя чувствует и 30 лет до сих пор цветет это уже второй месяц она постепенно выпускает новые и новые цветоносы вон смотрю вот только что увидел еще один цветонос и 2 30 его ходжере начинает только начинает свое цветение тоже будет выпускать много надеюсь цветоносов она хорошо нарастила кустик за этот год и сейчас как раз время ее цветения и еще андриаделла вот две обезьянки еще цветут это наверное поэтому уголку все насчет цветущих пришлось немножко прерваться потому что сосед начал косить траву классика жанра у меня их раз два три четыре ну и каждый иногда может включиться фаленопсисы фаленопсисы мои любимые фаленопсисы конечно я люблю и котлея но фаленопсисы это всегда моя первая любовь и она останется потому что они мне очень нравятся ему сказать что котлеи тоже занимает прям первое первое место нравится мне всякие разные только именно такие какие нравятся мне я не могу сказать что я люблю только дендробиум и это все или только котлеи или только фаленопсисы в каждом виде найдется какая-то изуминка например если я не очень фанат дендробиумов но всегда найдется что-то и вот как раз мы видим смотрите какая красота такой шикарный цветонос я еще такого не видела усилий бенсис помните в прошлом году я сломала цветонос и только одно ответвление процвело и тоже было великолепным а в этот раз у нас основная ветка и еще три ответвления попросту вау да это еще будущее я его занесла тоже из дому он немножко правда стресса ну один бутон не засушил тоже он не любит быть в теплице он теплолюбивый а у меня здесь уже температуры опускаются до 12 градусов придется ему потерпеть потом будем восстанавливаться а что делать ну и эти две звезды долго цветущие какая она яркая мне когда-то писали что суга шита самая ароматная из фаленопсисов ну я бы так и не сказала и моя пантерина обожаю ее каждый раз говорю я знаю голубой ангел почему-то всегда на камере он не голубой а такой более малиновый но на самом деле он намного холодной только два последние уже цветочки вот это безымяшка чебурашка сейчас я сделаю фотографию надо будет обязательно у марка спросить кто же это такой еще цветет один цветок правда уже все дракон гибрид от мету вот он такой вот он да красивый красивый но фортуну что показывает тут такие какие-то последние цветочки что здесь здесь вот такой вот замечательный гибрид мазды валии под названием партизан цинамон смотрите какие полосочки очень мне нравится тут как раз я еще уловила двойное цветение не то чтобы они коротко цвели довольно долго этим издавали и цветут но я вечно то сломаю цветонос то еще что-нибудь этот еще не совсем распрямился и еще есть третий бутон а вдруг все трое будет цвести вот нравится мне цветение когда длится на около месяца вот где-то но не короче если короче то это конечно печально вот про короткое цветение вот что не про этот дендробиум так это уж точно до 6 месяцев собирается цвести вот эта красота я не считала сколько цветов вот здесь вот есть бутончики которые еще не распрямились вот еще не раскрылись несколько но как я и говорила этот дендробиум не раскрывается полностью в цветении это не гибрид так я его по крайней мере покупала он имеет все признаки чистого катберсониай потому что маленькие коротенькие бульбочки маленькие листики и вот такая вот красота да это тоже наверное один из вау до сих пор цветет еще англику дитиери уже колонка у него потемнело но все равно он все так прекрасен сколько он уже цветет три недели хорошо зацвела вот а лауре а лауре покупала я ее как тайпа смысле розовая но никакая она не розовая вот такая вот она чистенькая без розовинки на губе и у нее горло желтенькое видите очень красивая форма очень красивый сам цветок посмотрите в профиль такой яркий что камера засвечивает вот это такой вот зацвел кстати у моей тоже у той же фантастической подружки и людочки вот я наконец-то получила от нее деленку я несколько лет ждала когда она даст часть своего великолепного экземпляра к тому времени я уже обзвела обзавелась своими а лауре но вот я счастливая была бы обладательница здесь листья намного крупнее но у нее и так все крупнее вот здесь очень небольшие листики но цветение по моему одинаковое такое же и у люточки вот сейчас мы можем и сравнить ну и здесь история такая длительная это моя а лауре и уже два года ну это вот редкостный вариант когда во время пересадки котлея теряет все свои корни причем это был ком корней не было пересадка это было просто перевалка и в какой-то момент я заметила что она полностью потеряла все свои корни видно по листиках да вот они такие вот такие сморщенные потом я ее высадила из того большого горшка в том же корни не было пересадила в этот в то время когда она потеряла корни она выдала мне такие вот маленькие карликовые ростики их было много короче орхидея очень сильно стрессанула она цветет вот такими вот видите он уже почти цветает с такими розовыми сплэшами ну это и не каемка а так вот как то вот так вот она уже начал восстанавливаться пускать корни но это конечно не зачет скажем так что тут по этой полочке уже наверное все и видео как всегда затягивается так каменная роза стандарт смотрите какие бутоны до красивую чая на просто красивую чая сняла сверху я свой фрагм и педиум потому что его там не видно никогда голову не задирают только когда поливаю сейчас вон один бутон и один цветок и вот такая вот красота вот как-то на видео такой фаленопсис вообще меня не завораживал ну белый ну крат розовый да губа розовая смотрите какая она там оранжевая переходящие малиновые и просто белоснежно-чистые лепестки прелесть прелесть это последний бутон и наверное уже все в этот году да в этом году уже все и вот цветет такая вот белая роза название длинная я подпишу посмотрите посмотрите пахнет настоящими садовыми розами это наверное самая первая моя котлея я точно сказать не могу но точно из первой пятерки очень давно она у меня цветет с каждого роста у нее очень интересный куст вам видите как-то роз пошел в бок и она вообще-то достойно особого видео о том как она растет потому что здесь комбинация посадка мох кора и ей как видно все нравится три цветка и запах не могу вам передать великолепный цветет еще одна моя мария я вам показывала ее бутоны она тоже очень интересная в прошлом году она цвела по не поверить вот этой с вот этой маленькой бурбочкой цвела на один цветок потом она выдала такую большую бульбу и вот она зацвела сразу на три это всегда праздник вот такой великолепный белый рюш как жаль что сейчас нет много времени просто можно тут зайти замереть и смотреть ну это же наше любимое хобби что тут удивляться мы все у нас у всех их орхидея головного мозга вот цветет еще бутоны в таких в двух цветах моя энциклия большое красивое цветение и еще идет вот такой вот рост не знаю чем он закончится просто ростом или еще одним цветоносом так давайте пройдем что у нас тут по верху линдыной мой любимый линдыной уже первые цветочки отсушивает но это длинное долгое цветение гибрид линдыной он тоже бутончики прикольно моя банда сыруле она цветет долго она так долго радует глаз но сейчас я опять сняла один бутон она пережила две обработки от трипсов и к сожалению начал сбрасывать свои бутоны кстати я на днях обрабатывала все октары на всякий случай мало ли что и ламелата все еще ламелата просто я от него в полном восторге потому что она молодец и листики и цветочки хотя вижу язычки уже немножко побелели скоро будем отсветать а корни то какие корни везде много-много я вот смотрю на эти корни вспоминаю когда вначале еще когда только увлеклась орхидеями естественно фаленопсисами и на выставке видела ванды вы знаете в тилансии в устье видно и да она называется вот в такой тилансии были корни я еще как-то своим вандам имела претензии почему у всех ванд есть мелкие корни вместе с толстыми а у меня нет муж это была такая глупость только потом со временем понял что это просто тилансия висела на ванде кто у нас как не заблуждался и я еще уверена что и сейчас я иногда могу сказать полную глупость так переходим к первому вау не знаю кому как но я только что измерила 75 сантиметров не выравнивая цветоносы это что-то вот такое вот я не знаю какая мазды вали считается королевой или королем но для меня это королева всех мазды валей 75 сантиметров и я думаю что это не рекорд десять цветов один еще в бутоне вот этот помните я показывала сколько недель назад три недели назад дадит так вот он еще даже не показывает никаких признаков увядания как минимум могу сказать цветет месяц но сколько я еще буду показывать мне самой интересно многие бутоны вот только распустились может быть неделю назад они распускаются гораздо меньше и вот немножко не такие скрюченные да и так думаешь боже может не долила ли что но потом они выравниваются камера не ловит свет потому что это как эффект ирентео помните мою котлейку просто настолько яркий свет что моя мой телефон с этим не справляется смотрю да и замирает дух огромнейшая так как бы вам ее показать на экране моя рука и она да она не пахнет но когда заходишь теплицу это первое что ты видишь очень красивая мазды валия у этой как-то изначально хохолок был опущен вниз а так смотрю вот кое кто опускает так кто-то вот такой оптимист скажем еще один бутон ну и напоследок наверное самая самая изюминка цветет котлея рекс цветет она уже неделю первый цветок вот зацвел а вот это 2 это не самое лучшее цветение но все равно завораживает долго она расправляла свои вот эти лепесточки так было колокольчиком посмотрите какая губа это конечно праздник сложная орхидея в уходе я получила буквально деленку из одной бульбы и с одним ростом и потому что у хозяйки началась гниль резомы я знаю что еще есть большая часть но вот одна бульба из одной бульбы благодаря ей кристиночка спасибо тебе большое и вот благодаря возможно и мне это орхидей к очень хорошо начала развиваться дала мне вот вырастила на этот рост дала мне следующий и и было мое большое удивление что она зацвела красивое создание она небольшая странно в одних описаниях читаю что это большие цветы но это конкретно небольшие хотя как я говорю растение еще ослабленная была у меня мысль срезать цвета цветы чтобы просто растение укреплялась у нее здесь достаточно много корней может быть и срезу хотя мне очень нравится рекс еще на днях я открыла для себя существование гибрида рекс и давианы это просто вообще что-то такое вот теперь уже есть цель надо ее найти очень редкое создание может когда-то кто-то посеет и смог можно будет купить есть у меня давиана на может когда-то ей сама посею если так случится что они зацветут одновременно вот такая вот красота да это не сильно не мощное растение два цветка на соцветиях они по моему до 8 цветов иногда могут иметь ну надеюсь будет она цвести дальше расти дальше и цвести вот напоследок под конец вот такая вот изюминка сегодняшнего цветения на сегодня все всем пока пока